Вячеслав Карпов Как это вообще случилось в вашей жизни, что профессия врача, хирурга и спорт, как это стало сочетаться у вас? На первый взгляд, как бы несочетаемые вещи. На самом деле, спорт мне нравился всегда. То есть, изначально я занимался футболом, так, в общем-то, достаточно успешно. Знаете, мне пришлось так поменять, так сказать, в деятельности. Стал заниматься силовым троеборьем. Уже тогда армейсингом заниматься всегда получалось. Я уже выигрывал ребят гораздо тяжелее. На вид сильнее. Но затем, когда-то, наверное, в 2005 году в Рязани проходил открытый турнир воздушных центров войск по армейсингу. И мне стало интересно попробовать свои силы. Все-таки турнир официальный, первый раз в жизни. Ну, в общем-то, заявился. И получилось так, что я выиграл там, в принципе, не имея никакой профессиональной подготовки в этом виде. И, в общем-то, с этих пор стал уделять внимание армейсингу больше. Вот. И всегда, опять же скажу, что армспорт и вообще спорт для меня выступал и выступает в качестве определенного хобби. То есть, как бы, я считаю, что для мужчины важно иметь физическое здоровье, физическую культуру в хорошем смысле. То есть, человек должен быть физически, так сказать, готов, особенно если ты врач, ты должен вести здоровый образ жизни, ты должен быть в определенном смысле примером для людей. То есть, твой физический облик должен соответствовать твоему моральному облику врача. И, в общем-то, в плане, так скажем, нормального хобби, разумного хобби, эти вещи вполне сочетаемы. То есть, и хирург, и, так скажем, человек, занимающийся спортом в одном лице, я считаю, что это нормально, это правильно, так должно быть. В общем-то, ну, и получилось так, что больше внимания стало уделять армейсингу. Удалось выиграть всероссийский турнир, чемпионат России среди студентов, также проходивший так в Москве, не ошибаюсь, в 2007 году, также удалось выиграть. Затем чемпионат федерального округа, центрального, то есть, это был, наверное, восьмой или девятый год. Тогда мне присвоили как раз название мастера спорта, там, по всем критериям по единой всероссийской спортивной классификации, по всем требованиям, можно было присвоить мастера спорта. Мастер спорта присвоили мне. Затем получилось в 2010 году выиграть чемпионат России. Я заранее вам скажу, что чемпионат России по конкурентной борьбе и по напряженности, наверное, самым, если не самым сильным, то одним из самых сильных турниров в мире считается. Потому что у нас, вот, например, на России в категории, в каждой могут одновременно присутствовать чемпионы мира и Европы разных лет, там, от пяти до семи человек. То есть, одномоментно могут бороться вот в каждой весовой категории. То есть, выиграть чемпионат России, в общем-то, считается чуть не престижней, чем выиграть чемпионат мира. То есть, вот так вот получилось, что я смог выигрывать в 2010 году. Ну, и еще из достижений по спорту немножко я вам так скажу, что удалось поворотиться в Польше на чемпионате Европы, занять третье место, в общем-то, и на борьбе на левой, на правой рукой. Тоже, как бы, можно этим, так, в достаточной степени гордиться, да, но не зазанаваться, это понятно. Вот, и в последнее время, конечно, спорту внимания уделяю несколько меньше, потому что, в принципе, главным для себя вижу работу. И не удается найти время всегда на тренировке, на соревнованиях, в общем-то, и пришлось немножко меньше выступать на всевозможных турнирах по армористлингу. Но все равно я слежу за всеми событиями, происходящими в мире армористлинга, как проходят чемпионаты Европы и мира, как проходят профессиональные турниры. Вот совсем недавно позвонил мне Игорь Мазуренко, в общем-то, широко известен в круге армористлинга человек, вот, занимается промоцией, так скажем, продвижением этого вида спорта на международном уровне. И предложил совместно с Асеном Хажетадоровым президентом Европейской ассоциации армористлинга поучаствовать в профессиональном турнире. Вот, под эгидой мировой лиги армористлинга будет проходить в конце сентября в Болгарии, в Бургасе турнир, поучаствовать мне предложили. Ну, я, в принципе, согласился, съездю, поучаствую. Будем за вас болеть. Да, спасибо. Да, то есть, что касаемо ближайшего такого плана на спорт. Дальние такие планы, это, может быть, имеет смысл подготовиться на чемпионат России, потому что там сейчас такие вот жесткие условия и жесткая борьба с допингом, допинг-контроль, поэтому я считаю, что шансов появляется больше, потому что к допингу я отношусь весьма отрицательно. Сейчас у нас за это дело взялись, если так можно сказать, и допинг-контроль поставлен на широкую ногу. Если можно сказать, если раньше у нас допинг-контроля не было в принципе, то сейчас за прошлый турнир порядка 20 бруб, сейчас анонсируется 60 бруб. То есть, в принципе, я думаю, что шансов появляется больше. И подготовиться имеет смысл. Но, опять же, это в каком смысле имеет смысл? В финансовом смысле никакого смысла нет. Да, есть только хобби, есть только интерес. То есть, мы такие любители армыслинга, такие в хорошем смысле фанаты. То есть, люди ездят за свои деньги, люди ездят, в общем-то, сами без какой-либо спонсорной помощи и поддержки. То есть, люди в хорошем смысле больны этим видом, в общем-то, спорта. И ездят в основную массу людей в армыслинге такова. Есть единицы, которым находится найти спонсоров, людей, которые им помогают. Но у нас в основном ездим сами за счет энтузиазма и интереса. Как поддерживать себя в форме? Вот соревнования и соревнования, да, это понятно, что к ним нужно упорно и усиленно готовиться. А просто, чтобы не терять формы? Да. А что, тренажерные залы и как? Ну, обязательно тренажерный зал. В общем-то, для того, чтобы быть в форме, в необходимой форме, уделять внимание, да, надо ходить в тренажерный зал. Вот я могу по себе так сказать, что я стараюсь в спортзал попасть три раза в неделю. Не всегда это сейчас получается, потому что много работы, там, выезды постановятся, не всегда получается попасть в спортзал. Ну, стараюсь, так раза три, ну, два как минимум попасть в зал, потому что в межсезонье. То есть, если, например, ближайшем турнире не предвидится никакого, я думаю, что два дня в неделю, в принципе, каждый, любой человек может найти, если учитывать то, что тренировка час-полтора, то, в принципе, три часа в неделю найти. Я думаю, как бы ты ни был занят, можешь всегда, если ты имеешь желание. А если не имеешь желания, это вопрос, конечно, другой. Но я считаю, что, опять же, для мужчин особенно, и для девушки, для любого человека, для женщины, для всех, необходимо держать все-таки себя в форме. То есть, физическая какая-то культура, физическая готовность должна быть. Потому что многое зависит в жизни от здоровья. То есть, здоровье зависит именно от физической активности, от здорового образа жизни. То есть, здесь вот это очень важно подчеркнуть, что необходимо этому вопросу уделять внимание. То есть, для того, чтобы, опять же, подытоживаю немножко, чтобы держать себя в форме, надо уделять просто-напросто внимание этому вопросу. Будет ли это плавательный бассейн, будет ли это тренажерный зал, там, борцовский ковер, там, стол для армейсинга, то есть, что бы ни было, там, танцы, там, все что угодно. Ну, люди должны, я думаю, что у нас в России особенно такая вот тенденция к тому, что проблема демографическая есть. Да и только в России, и в Европе считается, что демография у нас над большим вопросом, рождаемость там только вот недавно превысила смертность, опять же, по официальной статистике. То есть, здоровье надо поддерживать, здоровье надо уделять внимание. То есть, в общем-то, три часа в неделю и достаточно для того, чтобы держать себя в форме, в принципе. Вот мне, кстати, почему-то кажется, что вот из года в год все больше и больше людей в спортзалах и вообще как-то все стараются заниматься спортом. Ну, да, это в хорошем смысле становится модно, как говорят у нас, да, то есть, может быть, как-то на государственном уровне как-то, в общем, поддерживается все это. Строятся у нас спортивные комплексы, бассейны строятся, то есть, в принципе, в хорошем смысле это стало модным, быть здоровым стало модным, то есть, курить стало не модно, то есть, там, вести нездоровый образ жизни стало не модно. То есть, я считаю, что такая тенденция, в принципе, хорошая, ну, благодаря, наверное, все-таки поддержке государства, то есть, на самом высоком уровне, мы знаем, что у нас и президент, и мастер спорта по самбо и дзюдо, то есть, вот, как бы, это уже немаловажный факт. Человек, достигшийся в спорте немалого, не является каким-то там убогим в умственном смысле. У нас такая, знаете, есть такое заблуждение, взялся за гантелью или, там, за дрифтштанги, все, там, то есть, человек умственно неполноценным является, хотя, как бы, это вещи, в общем, не связанные. То есть, метким, ярким примером, вот, и является наш глава государства, да, который мастером спорта по самбо и дзюдо является, и, в общем-то, достиг немалого, наверное, так я понимаю. И, в общем-то, за счет того, что политика вот такая, я думаю, что правильно в этом смысле политика, я думаю, что как можно больше людей все-таки надо привлекать в спортивные залы, бассейны, в спортивные площадки, и как-то, вот, смотрите, и по телевизору, и рекламы пива сейчас нету, и, там, допустим, табак уже... У нас ГТО теперь есть. Да, нормы ГТО ввели вот совсем недавно. Я думаю, что это все правильно, вот, ну, и мы будем соответствовать этой моде, я думаю, так. Ну, что ж, Вячеслав, спасибо вам огромное. Удачи вам, вот, в предстоящих соревнованиях, и вообще во всем спасибо, что пришли к нам. Спасибо. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня был Вячеслав Карпов, сосудистый хирург, кандидат в медицинских наук, врач первой категории и мастер спорта на России по армрестлингу. Это программа «Семь минут». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!